Время показало, что эффективность данного оружия, когда из хобби превращается в целое направление тактическое, вот такие вот виды, как БПЛА, очень востребованы. Дело в том, что основная часть военнослужащих, которые проходили подготовку в военных учреждениях, не были знакомы с данной тематикой. А управление БПЛА – это не только умение летать и смотреть в очки пилота, но это умение собрать свой БПЛА, прошить, обкатать, подготовить, вложить в него все необходимые параметры для того, чтобы он был нашим продолжением в воздухе. Потому что оператор БПЛА, непосредственно ФПВ дрона, все видит через очки управления. И непосредственно то, что вложено в дрон, по сути всего программное обеспечение, по итогу потом мы получаем результатом, видя непосредственно на поле боя, либо на тренировочном полигоне, когда летают наши дети. Поэтому здесь необходимо знать немножко и физику, умение паять. И это не просто так. Человек сел за тренажер и полетел. Он должен понимать, что у него в руках будет снаряд, боеприпас, который может не только поразить врага, но и в случае халатного отношения к нему нанести вред и своим людям из-за того, что некачественно подобрана батарея, неправильная спаяна микросхема, неправильно подогнаны параметры, нерассчитанный вес БПЛА, тяга, мощность моторов и аккумулятор, требует определенных знаний. Поэтому с момента начала специальной военной операции, как только это все началось, мы поняли, что будущее это все-таки в детях. И для того, чтобы подготовить хорошего пилота, надо привить к этому вначале интерес. Интерес это игра, это тренажеры, это определенные программы спортивные, которые позволяют в состязательной форме научиться летать данным летательным аппаратом. Начали мы с обычных коммерческих дронов, типа DJI, модели DJI. Также использовали дешевые китайские дроны. Но когда на поле боя вышли управляемые от первого лица дроны, то безусловно было понятно, что надо уходить именно в эту тематику. Тем более расчет современных беспилотных летательных аппаратов состоит из оператора-наблюдателя с обычным коммерческим дроном, из техника, которая подготавливает дрон непосредственно к полету, заряжает, снаряжает его боеприпасом. И непосредственно самого FPV пилота, который не защищен на поле боя, его тоже надо охранять. Он одевает очки и он полностью растворен в воздухе, он одержим исполнением своей боевой задачи, он сосредоточен на управлении дроном. И поэтому, если оставить этого человека в поле одного, может прилететь такой же дрон и просто уничтожить наш оператор. Это целая командная работа. И вот непосредственно для того, чтобы сплотить такую команду, надо начинать прививать это изначально к детям. Второй момент, что на сегодняшний день беспилотные летательные аппараты очень широко вошли вообще в экономику страны, вообще в обычную жизнь. Ими можно в гражданское время проводить обследование удаленных участков леса, геологическую разведку, обследовать лэп, газопроводы. И на сегодняшний день, вот лично был, ездил в Егорьевское авиационное училище, техническое. А с этого года открывается кафедра пилотов БПЛА. И у меня уже ребята мои настроены поступать, подали документы. В этом году будут, наверное, первыми студентами, которые будут заниматься по этой программе. Мне кажется, вообще за БПЛА будущее. За БПЛА будущее, да. Что в военной жизни, что в гражданской. Я думаю, что будущее еще за БПЛА тем, что вопрос только времени, когда наши беспилотные аппараты будут снабжены искусственным интеллектом. Когда в них будут вложены программы определять свой-чужой, определять типы техники, приоритеты целей, для того, чтобы они могли быть более автономны. И не исключаю тот факт, что когда-нибудь в будущем даже и оператор БПЛА уйдет в прошлое. Но на сегодняшний день это очень актуально. Во-первых, это и творчески, это интересно и результативно. Потому что когда артиллерист стреляет на несколько километров вдаль, ему все равно подтверждает попадание оператор БПЛА. То есть, по сути, он видит результаты. Когда штурмовик бежит в окоп, неизвестно с кем он встретится. С пулеметной точкой, с автоматическим огнем на встречу, прилетит ли граната. Оператор БПЛА, найдя свою цель, он точно ее знает. Он точно добывается своей цели. И в зависимости от того, насколько он подготовленный. Насколько он готов выполнять свою задачу при сопротивлении РЭП-системы противника, либо огня на поражение этого дрона. То есть, он добьется своей цели. Для того, чтобы начать заниматься беспилотными летательными системами, достаточно минимальный комплект. На сегодняшний день даже во многих школах это внедряют. Вот такие вот маленькие дроны, учебные, как вот модель, допустим, Цетус, либо это Мобула-8. Они позволяют вполне реально научиться летать даже в помещениях, выполняя все необходимые трюки на дроны. Развороты, повороты, пикирование, петли. Все, что для этого необходимо, это небольшой дрон, желательно хорошие очки, которые останутся у вас в дальнейшем, если вы начнете летать на хороших уже машинах. И достаточно универсальный пульт управления, непосредственно сама аппаратура управления, которая есть. То есть минимальное желание и минимальная комплектация. В дальнейшем, когда оператор будет уже развиваться в плане боевой подготовки, пульт управления и очки они остаются. А дроны становятся просто не учебными, а расходными материалами. Учитывая, что сейчас большое количество волонтеров, которые собирают дроны и отправляют на фронт, на сегодняшний день у нас, несмотря на потребность, все равно есть достаток в этой технике, но подготовленных людей, к сожалению, не хватает. И я очень, вообщем-то, рад, что в школах вводится и программирование беспилотных и летательных аппаратов, и управление, и сбор, как отдельная такая вот тема. Есть, есть, вводится во многих, даже уже на уровнях областных уже проводят семинары, курсы, и даже учителей ОБЖ, которые будут заниматься за это дело, отправляют на курсы по обучению именно самих, как инструкторов. А сейчас, например, где мне научиться летать на беспилотнике? Вот мне очень нравится Новосибирский центр беспилотных летательных систем, очень хороший центр Пустельга, и, соответственно, топово, это центр Ворон, Ворон FPV, которые имеют очень хорошую площадку в Телеграм-канале, которые на сегодняшний день являются вообще основой всей информации, связанной с пилотированием, и очень много таких моментов. Учебные центры во Владимирской области у нас прекрасны, Рока-33, которые сразу с первых дней СВО начали ставить своей целью подготовку именно добровольцев на фронт. То есть сейчас они уже подтягивают и детей к своей этой деятельности, потому что понимают, что за детьми будущее. Мы, наоборот, начали с детей и постепенно сейчас выходим на новый уровень. С сентября месяца этого года у нас договоренность с военкоматом, что всех желающих служить по контракту в момент оформления их документов подписания отношения к той или иной воинской части в течение трех недель мы будем подготавливать непосредственно по специальности ВУЗ-225 оператор беспилотного летательного аппарата. Уже вышли на уровень взаимодействия между военкоматами, вооруженными силами и военно-патриотическими клубами. И детям это интересно. И когда будет необходимость даже в сборке этих беспилотных летательных аппаратов, у нас уже ребята готовы для того, чтобы собирать, программировать, прошивать, помогать. И большая помощь нам оказала тоже правительство Москвы. Нам передали 30 учебных дронов МУХа для того, чтобы мы могли развивать свою деятельность. Это в этом году у нас вообще неоценимая такая помощь. Благодаря общественной организации Десантное Братство Орехово-Зуево, благодаря Ассоциации военно-патриотических клубов. Вот такая помощь пришла нам. За сколько вообще реально научиться летать и что-то делать, какие-то маневры? Вы знаете, все зависит от того, насколько развит непосредственно ребенок, либо взрослый человек. Какая у него моторика, как у него работают два полушария, насколько он себя ощущает в пространстве и насколько мощный вестибулярный аппарат. Дело в том, что большинство людей, которые думают, что они будут летать, они геймеры. Это плоский мир экрана, к сожалению, очень далек от реальности. И больше предпочтения все-таки отдаются музыкантам. Вот люди, которые играют на фортепиано, на гитаре, они с легкостью поднимают дрон и уже через несколько часов они способны выполнять элементарные упражнения. В общем, для ребенка это даже будет не элемент. Ну, не факт, что он станет оператором БПЛА и уедет на войну. Это просто развивает его моторику, полушария. Это развивает моторику. Это развивает внимательность, потому что отслеживать телеметрию дрона в воздухе – это тоже определенная концентрация внимания. Надо понимать, куда дрон летит. Надо смотреть за мощностью батареи. Надо смотреть за ее напряжением. Надо понимать, где мы находимся, если у нас есть GPS-навигатор. Надо смотреть силу сигнал и понимать, где наш дом. Возвращение на базу. Поэтому все это в комплексе развивает детей намного лучше, чем любые игры, которые установлены на телефоне. В будущем это хорошая профессия. И вот как ребенка научить ездить на велосипеде, либо играть на музыкальном инструменте, он будет играть всю жизнь. Так и здесь. Здесь заложенная в начале своего такого большого пути пилотов основа, она рано или поздно все равно даст какой-то результат. Может, это станет просто спортивным хобби. На сегодняшний день по всему миру проходят чемпионаты спортивных дронов. Мы знаем, что под эгидой юной армии движения первых проходят замечательные детские турниры. Как на тренажерах, так и на реальных дронах. И вот такие маленькие дроны, которые можно с собой носить, не требующие регистрации, позволяют любое свое свободное время не тратить бездарно в телефоне, а просто отрабатывать и оттачивать навыки полетов. И поверьте мне, если вы хоть раз посмотрели бы в очки, когда летает реальный дрон, вы бы наверняка бы этим заболели, и это бы стало тоже определенным хобби в вашей жизни. Супер, спасибо большое за такой интересный рассказ. Спасибо вам, Марьяна, что проявляете интерес к этому новому такому движению. И я уверен, что рано или поздно вы тоже будете летать, управлять дроном. Очень хочу, на самом деле, да, надо попробовать. Спасибо.